Икра 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 Один из тех продуктов, которые прошли огромную историю, причем становились и дешевыми, и дорогими, были признаком кухни богатой, или наоборот, тем продуктом, который мог позволить себе каждый россиянин. В этом смысле, конечно, история использования черной икры, прежде всего, конечно, да, у нас на европейской части России, она уходит далеко-далеко, так сказать, в глубокие века, то есть есть сведения еще там в первых русских летописях о том, что икра как раз отправлялась вместе с другими товарами в Византию, с вот как раз русскими караванами, да, еще там в каком-нибудь там 12-13 веках. Было это действительно достаточно простое кушанье. Конечно, мы не забываем одну простую вещь, что сегодня-то икра, это вот Астрахань для нас, да, черная в основном, но раньше-то осетровые водились по всей Волге и в Москве-реке, в общем-то, вылавливали стерлядок, и это было абсолютно нормально. Просто ситуация изменилась в 60-е годы, когда на Волге, на Дону были построены каскады гидроэлектростанций, которые, вот, собственно, препятствовали подъему рыбы вверх по течению. А так-то икра, конечно, действительно была достаточно распространена. Другое дело, икра красная. Здесь есть некоторая интрига. То есть сегодня мы понимаем, что красная икра, это вот икра дальневосточная, прежде всего, оттуда приходящая, а вроде бы у нас ее и не должно было бы быть в центральной России, да, ну, там, до, скажем, 19 века, когда уже там были какие-то налаженные поставки, а ничего подобного. Мы открываем документы, там, 16-го, 17-го веков и читаем икра красная. Что же это такое? Так вот, на самом деле, в те времена, в ту эпоху красной икрой называлась еще икра просто сиговых. И окуня, и сазана, например, и даже корюшки. Это все была икра красная. Естественно, она была относительно дешевая, да, по сравнению все-таки со стерляжьей икрой. И, в общем-то, позволить ее мог действительно любой человек. Все начинает меняться, конечно, уже в 20 веке. Понятно, возникший, так сказать, новый социалистический мир, он как-то с самого начала, да, имел касательство к икре. Не случайно существующая такая вечно, по-моему, на протяжении многих десятилетий молва о том, что вот в Кремле-то икрой объедаются. Она же, на самом деле, близка к истине, потому что еще Троцкий в своих воспоминаниях о 18-19 годах описывает жизнь в Кремле. Мы жили как раз в двери с Лениным, да, еда была отвратительная, кормили плохо. Единственное, вся наша жизнь в Кремле была окрашена этой красной икрой, которую давали каждый день, да, и, в общем, она всем надоела. Ну, не только красной икрой кормили кремлевских небожителей, но и черной. В 1919 году Федор Раскольников, в то время командующий Волжской военной флотилией, захватил в Астрахани еще царские склады рыбные, и там были бочки с черной икрой. Их он как раз и прислал в Кремль, получилось так, что это как раз накануне Нового года, и вот на новогодний ужин, как раз вот торжественный всем обитателям Кремля тогдашним, да, выдали по целой миске черной икры, а хлеба почти не дали. С хлебом-то были трудности, ну, там, пара кусочков, да, многие просто не доели эту икру, но потом еще многие-многие месяцы вынуждены были терпеть, страдать, но питаться ею. Вообще же, если говорить о более поздних временах, то икра, опять же, прошла странный такой путь. Вот мы разговаривали часто с ветеранами, которые рассказывали нам о, там, 50-х, там, годах, начале 60-х. Они пишут, что в каждом вот продовольственном магазине стояли вот лотки с этой икрой, хочешь черной, хочешь красной, пожалуйста, вот, бери себе там, вот лоточек тебе накладывали, да, а денег-то не было, вся проблема в том, что икра была, а денег не было, да, то есть, ну, можно было, там, 100 грамм взять, там, на какой-нибудь, там, праздник, на день рождения, но обычно все этим и заканчивалось. У меня, кстати говоря, всегда возникал вопрос, а куда же шла эта икра потом, когда она стояла, там, неделю-другую, да, на прилавке, никто ее не брал. Ну, видимо, шла в общественное питание. Именно в 60-е, 70-е, 80-е уже годы икра становится, конечно, еще и огромным таким экспортным товаром. Ну, собственно, отправляли на экспорт ее еще и в 20-е, 30-е годы, но как-то вот уже более все стабильно становится именно уже в 70-е годы, когда действительно для иностранца символом русской кухни была, да, вот эта баночка икры, там, бутылка водки, черный хлеб, да, ну, там, какая-нибудь, там, солянка, пироги, вот. Действительно, ну, то есть, икра, она была вот на таком из первых мест среди символов не только русской, но и вообще советской кухни, советского быта, хотя, конечно, иностранцы сильно заблуждались насчет того, что, как часто россияне и советские люди эту икру ели. Ну, тем не менее, нужно сказать, что в целом она подавалась, конечно же, на банкетах, в ресторанных блюдах. Ну, если мы сравним с дореволюционными какими-то временами, как она использовалась, насколько было разнообразен, так сказать, варианты, разнообразные варианты кулинарного использования икры, то мы, конечно, поразимся. Это, там, и суп колья старинный, да, ну, предшественник рассольника, куда эту икру просто клали для вкуса. Это разнообразные соусы, куда шла черная икра. Это, наконец, просто заливное из стерляди. Знаете, для чего туда икра шла? Для того, чтобы осветлить бульон. То есть, когда варили этот рыбный бульон, туда потом в конце несколько ложек икры перетирали и засыпали, да, чтобы она очистила, осветлила этот бульон, впитала в себя вот эту всю эту рыбную муть, да, потом ее процеживали, а чистым прозрачным бульончиком заливали уже рыбу, он застывал, и вот этот прозрачный галантин, прозрачное заливное, да, подавали на стол. В советские времена, конечно, все эти вещи были во многом забыты, и, наверное, так сказать, апофеозом вкуса был просто обычный бутерброд с черной икрой, если еще сверху мог лежать, например, кусочек лимона, вот, ну, или, может быть, на каких-то там кремлевских банкетах это подавалось еще в виде валаванов, ну, таких корзиночек из теста, на которые клали ложку черной икры, да, украшая его красиво вырезанным кусочком масла. Субтитры создавал DimaTorzok